На какие цели тратится масса денег? Сколько денег уже потрачено на эту войну между Украиной и Россией? Это же страшное дело. Привет всем. Нахожусь в нашем районе. Приехал домой уже после работы. Где-то 2-3 недели, наверное, работал без остановки. И приехал, а меня здесь встречает 72 градуса. Это сегодня что у нас? Середина января. Я нахожусь вот в шортах. В такой рубашечке. Тепло. Приятно. И я очень рад, что мы здесь живем. И хотел сегодня сделать небольшую программу продолжения. Прямо в этом районе, где я нахожусь, в Адратике. Этот маленький городочек сделан по модели одной из деревней, находящейся в Кроэйша. И мы с Леной очень часто сюда приходим. И тут просто находимся. Тут есть ресторанчики. Походить можно здесь. Такой, как маленький микрогород. И каждый раз, когда мы здесь, я очень себя чувствую, как будто я нахожусь где-то в отпуске. И после тяжелых дней и недель моей работы тяжелой, я могу здесь отдохнуть на природе, в окружении очень хороших зданий и людей, живущих в этих зданиях. И приглашаю вас. Давайте продолжим нашу тему, которую мы уже с вами ведем какое-то время. Возьмите ваши библии, конспектики, карандашики и вперед. Мы с вами продолжим тему о том, кто такой Антихрист. Иисус Христос в разговоре с иудеями подробно дал характеристику этой личности. И настолько подробно и четко он характеризовал ее, что он поставил себя как Мессию в сравнении с тем, который должен прийти. И ту цену, которую иудеи заплатят за отказ от Мессии Ищуа, Иисуса Христа, и примут другого Мессию, который не будет по их ожиданию, по их предположениям соответствовать тем Мессией, которым они нарисовали себе в своем разуме. Я хочу предложить, чтобы вы вместе со мной открыли Евангелие от Иоанна, 10 глава. И мы сегодня только поговорим об этом и будем смотреть на то, насколько подробно и четко Иисус Христос охарактеризовал будущего Антихриста. 10 глава Евангелия от Иоанна, она как бы является маленьким продолжением 9 главы двух стихов предыдущей, где в конце Иисус Христос сказал о слепоте иудеев, книжников, фарисеев, саддукеев. Он сказал, что их слепота и недальновидность приведет к тому, что они изберут не того Мессию, который Бог, который избрал этот народ и любил этот народ, определил для них. И он сказал такие важные и сильные слова для них. Они спрашивают у него, неужели мы слепы? Потому что Иисус Христос сказал, я пришел, чтобы слепые стали видеть, а видящие, в кавычках, стали слепы. И он дал четкий укор и намек правителям иудейским на то, что они во время его пребывания на земле закрыли свои глаза и не хотели принять его как определенного Богом Мессию. И смотрите, что он сказал. Услышал это некоторые из фарисеев. Это 40 стихи 41, 9 главы. Бывших с ним сказали ему, неужели и мы слепы? Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Значит, получается, что слепота иудеев привела их к тому, что они пропустили истинного Мессию и не захотели его принять. Не просто не захотели принять, они не смогли его терпеть, и они постарались его убить своими собственными руками. И придет время, они примут человека, греха, сына погибели, который будет уничтожать и истреблять их не просто одиночно, а как целую нацию, и только спасется остаток. Итак, что получается? Духовная слепота от упорного противления Богу закрыла им глаза, и они не смогли принять Мессию Иисуса Христа. И вот здесь Иисус Христос, ответ им, он начал им показывать, какая разница между им, как Мессией, который послан для Израиля, потому что в Библии написано, что Иисус пришел к своим, а свои его не приняли. Это в послании Евангелиста Иоанна написано. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть называться и быть детьми Божьими. Большая группа из еврейского народа, Израиля, не просто не приняли, они категорически отклонили его и начали преследовать его, как Мессию. Того, которого Бог послал для них, они его не приняли. И вот Иисус Христос в 10 главе, Он конкретно написал разницу между им самим, как Мессией, посланной Богом, и между Мессией, в кавычках, которого пошлет Сатана в последнее время. И сегодня мы видим, как уже формируется, сегодня мы видим дух Антихриста, который находится в работе, сегодня мы видим, как уже появляющийся на свет медленно лжепророк, который начинает подбивать все религии и делать акумуническое движение, universal religion, и он собирает эти все религии, они приезжают, лидеры этих религий, в Ватикан туда, делаются конференции. Малу-помалу мы начинаем сегодня видеть вырисовку этого последнего времени. Вот Иисус Христос четко показал здесь, что Он имеет в виду, сравнивая себя с этим будущим лжемессией, который придет и разрушит не только Израиль, как страну, он истребит очень многих людей. Так мы с вами посмотрим подробно стих за стихом 10 главы Евангелияна, характеристика и сравнение Иисуса Христа, Мессию, посланного для Израиля, и Антихриста. Давайте смотрим стих за стихом. Первый стих. «Истина, истина, говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник. Кто не дверью, Иисус Христос, Мессия Израиля, вошел дверью». И я вам покажу примерно, что означает войти дверью. Чуть-чуть дальше. Антихрист перелезет через забор. Вот это забор за мной. Вот представьте себе, там вот земля, там вот камень стоит, а вот там есть вход, дверь. Вот я зашел сюда через дверь и сел здесь. Антихрист, он влезет через этот забор, он перелезет сюда. Вот примерно таким образом Библия показывает, что его вход в Израиль не будет положительным, не будет ярко выраженным благословением, он будет обманом, он будет лестью, он будет политической манипуляцией. Есть такое обозначение еврейского народа. Почти все евреи, наверное, об этом говорят и знают. Еще не родился такой человек, который обманул бы еврея. Не родился. Египетский царь, фараон, не смог обмануть. Наоборот, евреи обманули его и обобрали, написано, Египет и вышли из Египта. Где вы не смотрите, евреи управляют странами или руководят, они всегда находятся наверху руководящих должностей и положений. Представьте себе, что придет человек, которого пошлет сам дьявол, и он перелезет через забор. Индия. Неправильно. Он не войдет дверью, он не войдет официально, он не войдет с благословением израильского народа, он перелезет. И он таким образом обманет Израиля, что, наверное, самый последний еврей скажет, ну как мы могли проглядеть и просмотреть и пропустить этого человека, этого лидера, который разрушил нашу страну. Итак, он перелазит в Индию. Второй стих, входящий дверью есть пастырь овцам. Пастырь, настоящий пастырь, он входит дверью. Он не перелазит, либо это государство, либо это какая-то община, даже это может быть церковь Иисуса Христа. Человек, реальный и правильный пастырь, он никогда не будет перелазить через забор. он входит дверью. Дверью входит, это правильный, честный, добрый подход к тому служению, которое Бог дал. И вот смотрите, что дальше написано. Третий стих. Ему предверник отворяет. Значит, антихрист перелез через забор и предверник, человек, который в Библии здесь написано, должен стоять при дверях, он не видел, как он вошел или не обратил внимание на него. Кто вообще такой предверник, о котором здесь Иисус Христос говорит очень подробно? Помните, когда Иисус Христос принимал крещение в Иордане и Иоанн ему преподал, Иоанн креститель крещения, и написано, он выходил из воды и голубь опустился и сел ему на плечо. Этот голубь был Дух Святой. Таким образом, перед выходом Иисуса Христа на служение предверник или Дух Святой, он благословляет вход человека в служение. Именно предверник. Он отворяет дверь для служения каждого человека. Я хочу даже пару слов сейчас сказать людям, которые занимают или хотят занять какое-то руководящее положение, либо это община, церковь, группа. Я хочу вам сказать, если вы входите в то служение через забор Индия, Бог не благословит ваше служение впоследствии, а оно будет разрушено, оно распадется как камни. Почему? Потому что ваш вход не благословляется предверником, который вам открывает двери. Я хочу, чтобы вы прямо остановили эту программу здесь, помолились, если вы сделали в своей жизни какой-то неправильный шаг входа вашего, или это служение, или это даже бизнес. Может вам бизнесмен какой-то, ваш наставник доверил вам бизнес, а вы взяли, разрушили этот бизнес. Вам нужно покаяться, потому что все, что вы будете дальше делать, не будет благословено. Запомните это, начинает свое строительство неправильно, не будет благословено впоследствии. Израиль, он верил и верит всемогущему Богу. Он знает, что Бог есть всемогущий, сотворивший небо и землю, они его народ. Они верят тоже в Духа Святого. Они знают, что Дух Святой пребывал на многих пророках. Они знают, что Дух Святой пребывал на Моисея. Они знают, что Дух Святой через их патриархов Авраама, Исаака, Иакова благословил всю нацию Израиля. Они это знают. Они знают, они верят в Духа Святого. Значит, получается, Дух Святой предверник отворяет пастору. Я хочу сказать, дорогие евреи, дорогой Израиль, будете ли вы знать, Дух Святой благословит вход того нового лидера, который должен войти и руководить вами, и потом в будущем заставить вас всех поклониться ему, падши, и превозгласить его Богом, и превозгласить лжепророка, мессией. Будет ли Дух Святой предверником или нет? Вот ответьте на этот один вопрос, самый сложный вопрос, и кто из вас, Синедрион, Кенесет, прайм-министр, кабинет, военная структура Израиля, будут ли они наблюдать, что да, действительно, тот, который вошел, он является мессией, истинной мессией, или это входящий Индия вор и разбойник. И мы с вами давайте продолжим дальше. Предверник ему отворяет, предверник благословляет вход этого мессии. Мы знаем, что предверник благословил вход Ищуа, Иисуса Христа. Когда он входил, он входил, и люди видели, Иоанн Креститель видел, как голубь сел на него, мы видели, как Бог благословил его служение, мы все это видели. Теперь мы посмотрим, что дальше. Когда пастыр истинный, пастух истинный входит, то овцы слушаются его голоса. Его овцы. Иисус Христос неоднократно говорил, что мои овцы слушаются мой голос. И ко мне придут все, которых Отец приведет. Он не переживал за людей, которые его обзывали, камни бросали в его сторону, плевали на него. Он переживал за тех людей, которых Отец дал ему. И вот они его голос слушают. И он их зовет. Иисус говорит о себе, как о добром пастыре. Он их зовет по имени и выводит их. Значит, получается, что Мессия Иисус Христос зовет своих овец по именам. Каждый из вас, и я, мое имя, известно Мессии, известно Богу. Многие из вас, кто смотрите эту программу, ваши имена написаны на небесах. Мое имя написано на небесах. А вот тот, который придет через забор Индия, он будет по именам называть или нет? Знаете, что Библия говорит? Библия говорит, что вор и разбойник в Откровении в 13 главе в 16-17-18 стихах можете посмотреть сами. Там написано, что вор и разбойник, который зайдет Индия, перелезет через забор, он не будет по именам называть, а он пронумерует людей. Давайте посмотрим. Откровение 13 глава, 16-17-18 стих. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым, нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Число, имя зверя и число. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти, число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Таким образом, все цифровая система будет обозначать каждого человека. Первое 666, потом social security номер, потом персональный номер, в который будет входить social score человека, его понимание, его взгляды, мышления, брал ли он какие-то вакцины, проходил ли он какие-то операции, или он является отшельником и так далее. Все будет по номерам. А за Мессию Иисуса Христа написано, когда он входит, овцы слушают его голос, то есть их не надо заставлять бежать за ним, их не нужно принуждать что-то делать, они сами идут, и он их зовет по имени, и выводит их. Вот это слово выводит, я хотел, чтобы вы на секунду задумались. Он их выводит, он их называет сразу по имени, человек еще находится в греховной жизни, он в Египте, он находится в беззакониях, он живет погрязший в грехах, невозрожденный. и пастырь добрый называет его по имени в том положении, в котором он находится, и выводит его оттуда. В полном смысле слова выводит, это целый процесс, не просто он его берет за руку и ведет, и говорит, следуй за мною, ступай там, где я иду, я для тебя приготовил персональный путь и дорогу, ты все, что тебе нужно, просто иди за мной, ты просто иди за мной, не сворачивай ни направо, ни налево, смотри на меня, и ты выйдешь с того положения, в котором ты был. Вор и разбойник, который придет, Индия, перелезет через забор, он ничего этого делать не будет, по имени называть не будет, выводить ниоткуда не будет, а он заведет человека еще глубже, он сделает человека подконтрольным, он сделает из человека хуманоидов, людей, которые будут с помощью вот этих иннекций, с помощью этих жидкостей, которые сейчас только начались вводить, я буду называть даже не буду имя, жидкости, они будут дальше продолжаться, для того, чтобы изменить ДНА человека, и человек мог бы быть полностью подконтрольным, чтобы Антихристу было легко с помощью софтвера, компьютера, который находится в Брасл, в Брюсселе, они смогут регулировать и контролировать каждого человека намерения, действия, его желания, все то, что он делает. Таким образом, Мессия Иисус Христос все больше и дальше показывает разницу между собой и между тем, который придет Индия. Что делает дальше правильный Мессия? Пастух, пастырь добрый, смотрите, что он делает. и когда выведет овец своих, выведет из греховной жизни, выведет из Египта овец своих, то идет перед ними добрый пастырь не идет сзади овец и подгоняет их. Это делает вор и разбойник, который украл овец. И он подгоняет у него собаки, у него оружие, которым он руководит. Добрый пастырь идет впереди, а овцы идут за ним. Вот настоящий Мессия. Что будет делать Антихрист? Антихрист будет подгонять, он будет обижать, он будет использовать. Бог предвидел характер Мессии, он уже предвидел. И смотрите, что он написал Захарий в 11 главе в 16 стихе. Обратите внимание на это. Давайте откроем Захария. 11-16. Ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть, и копыта их оторвет. Вот здесь в этом месте Писания Бог подробно, Бог уже всемогущий показал стиль руководства Царства Антихриста. Подробно здесь написано, что он будет делать. Он не будет заботиться, он не будет переживать, у него будет своя адженда на его сердце, на его желание, global warming, изменение человеческого пола, с женского на мужской, с мужского на женский, у него будет еще какие-то испытания, как достигнуть и жить на Марсе, у него будет все повернуто, изменено, но он не будет заниматься улучшением экономики, улучшением здравоохранения. Обратите внимание сегодня на какие цели тратится масса денег, сколько денег уже потрачено на эту войну между Украиной и Россией. Это же страшное дело, какая сумма затрачена на войну между Украиной и Россией. И это кто делает? Это делает Антихрист, который сидит уже в подвале. Он уже в подвале сидит, он еще не стоит возле камер телевидения, он не провозгласил еще себя, он руководит. И знаете, как он руководит? Очень просто. Вот вышел Байден, Джо Байден и говорит, говорит, что-то там плетет, плетет, знаете, как он часто плетет, а потом что-то сказал или корреспонденты у него спросили, а он говорит, вы знаете, а мне не поручали это говорить, а мне сказали, чтобы я об этом не говорил. Кто сказал и кто ему это указание дал? Знаете кто? Это уже есть царство Антихриста. Все вот эти президенты, прай-министры, все парламентарии, все конгрессы, судьи, они все находятся сейчас в сабжах руководства Антихриста, они все уже управляемые им, он руководит ими, он уже задает, что им надо сказать, что не сказать, как должна двигаться политика, окончилась это, ковид этот, вакцинация, окончилась, во вторник, а в среду началась война, вот так он управляет, это примерно я говорю, то есть у него уже все идет по скеджулу, по его плану, то, что он запланировал, и здесь четко написано, он не будет заинтересован, чтобы кого-то лечить, кого-то оздравить, кто-то находится в зависимости наркомании, нужно остановить вот этот привоз импорт наркотиков с других стран, но ему не надо, пускай привозят, смотрите, что написано, что мясо тучных будет есть, и копыта их оторвет, копыта оторвет, относится к экономике в мире, он разрушит экономику, и так мы имеем сегодня очень плохо положение, посмотрите, как трудно жить, как тяжело заработать какие-то финансы, какие-то деньги, каждому человеку нужно очень много работать, многие живут ниже, чем уровень бедности, очень многие, но есть те богатые, экстра, супер, ультра богатые, которые подчинились уже Антихристу, приняли его подданство и работают на него, они находятся в тег-компаниях, руководят всем этим медиа-компании, тег-компании, очень много корпораций, военно-промышленные комплексы, все-все, они находятся управляя, почему? Они шикуют, у них все есть, они бросаются налево, направо своими финансами, но они приняли это подданство, которое когда-то сатана предложил Иисусу Христу, помните, он говорит, если падши, поклонишься мне, я все отдам тебе. Иисус Христос не поклонился и каждое слово в ответ он давал из Священного Писания, он говорил, почему он так понимает, почему он так верит, на чем он стоит, на чем основана его вера. Заучите, поразмышляйте вот этот 16 стих пророка Захарии, а мы идем дальше. Пятый стих. За чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Дорогие мои еврейские братья и сестры, я вас всех люблю и если эта программа станет частью и многие смогут увидеть ее из еврейского народа, израильского народа, я хочу, чтобы вы заучили на память и запомнили, если вы даже ничего с этой десятой главы не запомните, запомните вот этот вот пятый стих. Смотрите, что говорит этот пятый стих. За чужим, чужим, кто такой чужой? Вот этот, который через забор в лес, за чужим не идут. Почему они не идут? Потому что они его уже раскусили, потому что сам Мессия Ишуа объяснил им разницу между им и между будущим Антихристом. И они в начале, когда он только начал появляться, когда только начался храм строиться в Иерусалиме, начались приноситься жертвы в этом новом храме, и все, и там как бы пустое кресло, или нету человека, кто сел бы и руководил этим, и он поспешит, он очень быстро поспешит, занят это кресло руководителя храма, и потом объявит себя Богом. Лжепророк ему в этом будет помогать очень сильно. И смотрите, что написано в пятом стихе дальше, вот эта вторая часть, потому что не знают голоса его, чужого голоса, и они бегут от него. Бегут от него означает то, что Иисус Христос когда-то сказал, когда ученики спросили, когда будет это все происходить, он говорит, смотрите на это, обращайте внимание на это, и потом Иисус сам, Мессия Иисус сказал, когда вы увидите это сбывающимся, бегите в горы, не возвращайтесь назад, взять что-то с собой, убегайте в горы. Будет дано короткое время, очень короткое время, для остатка Израиля уйти от преследования, это будет очень короткое время. И поэтому Бог по своей милости в этом пятом стихе положил для Израиля конкретное предупреждение, когда убежать. В какой момент убежать? Сию причту сказал им Иисус, но они не поняли, что такое говорил он им. На тот момент они не понимали, о чем идет речь, но Иисус Христос ясно и понятно объяснял им разницу между собой, как миссией, и между Антихристом. И он опять как бы повторяет в седьмом стихе, смотрите, что он пишет. Итак, опять Иисус сказал им, истина, истина, говорю вам, я дверь овцам. Иисус Христос является дверь для израильского народа, для того, чтобы Израиль мог прийти в ту праведность, в которую они стремились и стремятся по сегодняшний день добиться праведности и расположения Бога всемогущего к себе. А Бог сказал, что я посылаю Мессию. И Мессия пришел, и через Мессию, уже перед Богом, оправдываясь не своей праведностью, а праведностью Мессии. Они могут угодить Богу. И сегодня мы на этом остановим эту программу. Я думаю, что продлим сразу через несколько дней. Здесь же я буду продлевать эту программу, чтобы она не была длинной для вас одна программа. Но я хочу, друзья мои, вникайте в это местописание, молитесь за израильский народ, чтобы Бог открылся им, молитесь за все народы, за церковь Иисуса Христа, чтобы церковь могла стоять на страже. Пусть вас Бог благословит миром, любовью и своим расположением к вам.